Что им стоит самолет построить? Именно с посещения авиационных заводов новый руководитель области начинает знакомство с регионом. И это неудивительно, ведь эта сфера у нас особенно развита. Важно, что на предприятиях создаются не только качественные запчасти, но и отличные условия труда для сотрудников. Рос периодически, раз в год производится индексация зарплаты. По-моему, в прошлом, перед Новым годом была индексация на 5% проведена. Зарплата значительно выросла. Если могу прям по цифрам, это раза в два, в три. Работы есть, заказ, насколько я слышал, есть. Доделываем его. По зарплате пока все хорошо, не жалуемся. Скоро на Нижегородском заводе «Сокол» будут работать не только с МиГ-31. В Нижегородской области разместят не менее 40% всего производства пассажирского самолета Ил-114, который откроет новую страницу в истории гражданской авиации России. У нас большие заказы есть по самолету Ил-114, который с 2019 года у нас выходит в серийное производство. Начиная с 2020 года мы планируем по 10-12 самолетов в год поставлять для наших будущих заказчиков. Соответственно, ну и основной наш продукт – это МиГ-35. В Нижегородской области будет создан холдинг по производству средств обеспечения полетов, в состав которого войдут пять заводов, расположенных в различных регионах страны. Центральным предприятием холдинга станет 170-й рабочий завод. Если брать всю кооперацию по Нижегородской области и завод «Сокол» – это 43%, то участвуют такие предприятия, как «Теплообменник», «Гидромаш», «Полет» и другие предприятия Нижегородской области. Что касается нашего новейшего истребителя МиГ-29, то основная агрегатная сборка происходит именно на этом заводе. Мы видим как большой экспортный потенциал этого продукта, так и, безусловно, поставки по государственному оборонному заказу. Все это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что в заводе будут востребованы кадры. Коллеги заверили в том, что дополнительные компоненты будут размещаться именно в Нижегородской области. Кроме того, мы посетили ремонтный завод средств обеспечения полетов 170-й. Договорились о том, что на базе него будет создаваться холдинг, соответствующий в УАКе. За счет развития этого предприятия занятость Нижегородской области и налогооблагаемая база будет расти очень значительными темпами. Немногие знают, что без нижегородских шасси не обходится ни один самолет в стране. Получается, авиапромышленность уже находится на хорошем уровне, а созданием холдинга будет еще лучше.